Всем добренькое утречко. Я сегодня в каком шикарном состоянии. Приехала в 8.30 утра на заселение. Я уже заселила людей. Они уже приехали, заехали. Погода просто... Я не знаю, как её описать. Ветра нет. И градусов, наверное, 11. И это утро весеннее. Какая у нас отличная весна началась с такой шикарной погодой. Солнце, конечно, не светит прям так откровенно, но оно сквозь тучки пытается просочиться. Прямо типа, я тут, если чё. Народ, люди, я тут, я есть. Вон. Ну, сейчас его полностью скрыла. Сейчас волна пройдёт вот эта вот облачная. И оно опять заявит о себе. А у нас, видите, строят тихую гавань. Уже достаточно построили. Всё, закругляетесь. Хватит. Нечего здесь расстраиваться. Мукомольный завод же здесь был. Я, кстати, в том доме, где у нас живёт Владимир. Курортная 14-я. Я думаю, что вы его видели. Это дом... Не Вова, а дом. Многократно. Да. И тут был, по-моему, мукомольный завод, и его снесли. Тут, скорее всего, тоже что-то выстроят такое масштабное. Оно и обязательно нужно выстроить здесь, чему-нибудь. Потому что дом должны вот этот вот перекрыть другим домом, чтобы ветер не задувал. Ну, так, в принципе, всё хорошо. Я съездила домой, переоделась, потому что на улице уже тепло настолько, что даже в кожанке расстёгнуто даже комфортно. Знаете, я приехала сейчас, значит, на почту забрать свою долгожданную посылку. Это вторая куртка, которая пришла. Она чёрная. Вот как у меня такая... Название цвета забыла. Не фиолетовая. Фиолетово-розовая. Фуксия, по-моему. В общем, которая у меня дутая такая курточка, в которой я всегда на видео практически. Вот такая же пришла чёрная. Просто в восторге вообще. Она мне так нравится, эта курточка. Сейчас у меня будет ещё и чёрненькая. Знаете, у меня вот такое впечатление, что работники почты просто мстят людям. Вот реально. Значит, она просто сидит и со стыким и злым лицом вот так вот делает. На клавиатуре она печатает. Вы понимаете, что это настолько всё медленно? Я хотела просто ей сказать, ну, вы так сильно не торопитесь. Мы ещё подождём чуть-чуть. Да, а то сейчас терёте просто себе ногти за скоростью. Пошёл нафиг дождь. Вот нафиг он пошёл. Сглазила погодку, да? Я просто не знаю, чем мне заняться. Вот я просто не знаю. Я не хочу домой ехать. Я не знаю, куда поехать мне. Ну, Лена с Мишей после вчерашнего сегодня немножко приболели. Я себя чувствую отлично, потому что я многое не пила. Два бокальчика вина достаточно и спать. Кристина уже на работе с утра. Кого позвать, кого позвать? Что-то поделать. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю, чем заняться. Нормально, да, мне? Чем не заняться? Да, лучше открывать куртку свою интересную и мерить. Не взяла, к сожалению, сегодня штатив. Хотела вам показать куртку. Ну ладно, и уже потом увидите. Куртка вообще бомбическая. Ну, я заказывала эксель, ну еще тогда. Что это? Цена? А сейчас, мне кажется, мне надо было бы М-ку заказать. И там она трепух. Знаете, она такая мягкая, вот ее прям так сжимаешь, и она потом сама опять надувается. Она прям вообще клевая. Блин, я уже ее обожаю. Настолько все классно сделано. Блин. Ну, без бурничек, конечно. Все же. Вообще в восторге от своей курточки новой. С капюшончика. Ну, сейчас я не буду ее одевать. Классно. Ребят, кто-то, я помню, спрашивала у меня ссылку на нее. Но я, по-моему, так и не скинула. Задайте мне еще раз вопрос в комментарии. Я вам скину обязательно. Потому что у меня есть ссылка. Ой, вообще. Ультра. Ультра. Тонкая. Фиг пойми что. Не знаю. И дождик у нас идет, видите? Стою на этой почте. Ой. Сейчас уже уезжаю все. Куда только ехать, блин? Поехать в Коварилку, может? Или в Невноборск? Взяла бы с собой кого-нибудь. Скучно мне. Позвоню Наташе сейчас. Прошу, что она делает. Мы приехали в Новороссийск. Все-таки мы поехали в Новороссийск. Так что будем менять сейчас стекло на телефоне. Скорее всего, прикупим какие-то чехлы. Да? Да. Вы что там идете? Что так темно? Как будто я по парковке иду. Лена. Наташа. Мы банда и девочек. Что-то мне как-то тяжко сегодня. Боже мой, как красиво. Смотри, какой ассортимент. Это купальник или нижнее белье, интересно? Ого. Там просто завалы всего. Ой, как очаровательно. Так, нам надо. А, вот точно. Лен, мне мою боль в туалет. А, не хотите в туалет? Платно. Ой, что на туалет нету? Так. У нас придется... Ну ладно. Лен, ты что? Оп. Бёрпи надо тебе. Оп. Бёрпи, кстати. Что? Что мы не делаем. Давай сейчас здесь. Нет, спасибо. Так, где кофе-то у нас? Мы в том состоянии. Вот. А, вот оттуда мы... Все, все. На запах чего? Запах кофе. Мы опять по тому же коридору идем. О, какие трусямы. Вон у тебя нижний. Ты что? Повенький. Что надо, Стефан, ты говоришь? Что? Кажется, там невозможно найти тоже. Нет, я тебе говорю, тут такой выбор, что тут, мне кажется, можно просто не найти. Ничего. Да, я же говорю, если там столько всего, что... Там, да. Столько всего. Все, давайте, давайте, вперед. Что мы задерживаемся тут? Таффеек. Таффеек что-то нет. Таффеек. Да, вот сейчас прямо и налево. О, кстати. Вот классная одежда, мне нравятся магазины. Ама, Амадей. Таффеек какие-то, да? Да. Вообще тут классная вещь. Такие современные. Запоминайте, ребята, центральный рынок, рынок, Амадей, магазин. Или Амадей, или Амадей. Девочки, у кого права с собой? У кого права с собой? Кто поедет сейчас за рулем? Булки. Булки будут. Просто будет самса рулить, честно. Самса и так так-то рулят. Самса рулит. Самса вкусная. Мы поехали домой. Все. Я вообще не могу сегодня. Я прям такая разбитая. Там очередь. Наташа, занимай скорее очередь. Смотри, очередь у них тут. А где? Вот, да. А где нет? Ой, зачем же так громко? А где машина? Блин, доставай. Я бы только включила камеру, у меня она быстрее тянется, музыку выключить. А что? Наташа, Наташа. Но она что? Сидит серьезно, серьезно. А, что я хотела сказать? Новые очки ведь у меня. Видите? Вот. Кто там в очках? Кошмар. Прикольные, да? Да, очень хорошие. Она показала своим днем. Ой. 1025 очки. Вообще-то не шуточки. Не, я хотела такие черные, необычные. Вообще клевые. Мне кажется, мне идет. Да? Ну давайте, берем все. Мы приехали в Новороссийск, позанимались какой-то херней, поели булочки, попили кофе, купили очки, стекло я поменяла, чехол купила обычный прозрачный. Ну и все, и мы поехали в сторону города, к Еленджика. Как весело. Какой сегодня веселый день, да? Да. Просто все время в дороге, чисто. Наташ. Наташ. Наташа не слышит. Все. Челочки, выдвигаемся. С Богом. Ребят, еще раз огромное спасибо всем за поздравления. Наверное, около тысячи человек мне поздравило. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы помните, что вы смотрите. Значит, сегодня, знаете, у меня посетил какой вопрос. Я хотела, ну подумала, снять квартиру ближе туда, к Толстому мысу. В общем, к пятой или к шестой школе. Так как Алину надо будет оформлять уже в школу. А мне сказали, что восьмая школа, она просто переполнена. Что туда попасть очень сложно. И временную регистрацию в этом районе мне просто сделать некому. Вот, поэтому я подумала, может быть, действительно... Может быть, действительно мне снять квартиру где-то в той части города. Потому что я здесь снимаю за десять. И каждый день вожу Алину в садик. То есть на работу, у квартиры все, которые есть у меня, они все в той части города. И я на бензин искатываю. Мне кажется, по этой объездной я езжу в день раз пять, наверное. И у меня бак уходит просто за три дня. То есть полторы тысячи в полный бак. За три дня он у меня весь уходит. Я так посчитала. Думаю, да, экономлю на квартире здесь десять. Но если я сниму за те же пятнадцать в той части города, так же на круглый год, то я экономить на бензине буду. То есть тут так-то все взаимозачетом. И, значит, решила я посмотреть объявление. Решила посмотреть квартиры, которые предлагаются. Я была, если честно, в шоке. Почему так подорожали квартиры. Сейчас за пятнадцать найти практически нереально. На северном здесь дают за пятнадцать. А в той части города просто нету. Семнадцать, двадцать с повышением на лето. Двадцать пять, тридцать, тридцать пять. Вы себе можете представить? Я, конечно, вообще удивлена таким ценам. И когда я сегодня пыталась обзванивать какие-то объявления, мне просто, я говорю, есть что-то вот в такой стоимости на круглый год. Без повышения на лето, на постель. Ну пусть там будет это повышение. Там три-пять тысячи, это еще терпимо. Мне так отвечают, типа, в смысле? Типа, ты че, это и так дешево. Я предлагаю за четырнадцать тысяч просто комнату в общежитии. Я думаю, офигеть. Вот на самом деле. Я не знаю, конечно, как я поступлю. И, возможно, стоит оставаться жить здесь. И, ну, уже никуда не дергаться. Все-таки, может быть, найти где-то, сделать эту временную регистрацию. И уже Алину отправить в эту восьмую школу. Вот, не знаю. Буду, в общем, решать как-то этот вопрос. Сейчас еще нету никаких пробок. То есть спокойно я проезжаю. И очень быстро приезжаю в садик. А летом, когда пойдет туристический сезон, здесь вот эта трасса М4, где кольцо, там всегда все стоит, там постоянная пробка. Вот. И я думаю, что я просто не буду там стоять. Я не знаю, пешком, что ли. А что, метро нету у нас, да, здесь? Блин, жалко, да? А переправы нет с тонкого на толстом из, через бухту. Блин. Жалко, слушайте, жалко. Не знаю, конечно, почему-то меня отпасит. Я посмотрю, конечно, еще квартиры, которые будут появляться в ближайшее время. Март у меня здесь оплачен в этой квартире. То есть у меня еще, в принципе, время есть поискать. Вот. Я сегодня просто... У меня было такое... У нас сегодня идет, во-первых, весь день дождь. С самого утра. Причем 100% он идет, идет беспрерывно. Вот сегодня он вечером должен закончиться ночью, а завтра уже вроде как солнышко и 12 градусов. Подождем, посмотрим, потому что это дождь... Такое состояние дает какое-то разбитое, такое хмурое. И как-то я... Хочу солнышко побыстрее, пожалуйста. Небо. Давай нам солнышка уже хватит. Даже дождиков хватит. Уже лет почти пришло. Сегодня мы съездили в Новороссийск с девчонками. Я купила себе стекло, поменяла на телефон. Купила чехол. Обычно силиконовый, прозрачный взяла в этот раз. Что надоели мне эти чехлы. Купила, конечно, опять очки. Ну, как же без них, да? Мне кажется, скоро я оптом буду торговать. Базой все, которые... Дочки тут продают очки. Мне кажется, они у меня закупаться будут. Ладно, на сегодня мой влог закончен. Ребята, опять скажу спасибо за поздравления. Всем огромное спасибо. Отмечать мы хотим в субботу. На природу выехать куда-нибудь так же с ребятами. И посидеть, мяско пожарить. Ну, вот. Все. Я думаю, что сегодня был очень, да, такой познавательный ролик. Прям такой вот очень много информации я вам дала, да? Боже мой. Все, ладно, ребята. Подписывайся на канал. Ставь лайк. До свидули. Субтитры сделал DimaTorzok